Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Ерозит очень редко встречается на Земле, он обычно встречается в отходах горнодобывающей промышленности, подвергшихся воздействию воздуха и дождя. Исследователи не искали его в ледяных кернах, они были сосредоточены на минералах в глубоких ледяных кернах, которые могли бы помочь лучше понять циклы ледникового периода. Но потом они наткнулись на желто-коричневый минерал. Исследования поглощения рентгеновских лучей и электронная микроскопия показали, что это ерозит, исследователи предполагают, что минерал образовался в ледяных карманах, которые также содержали небольшое количество пыли. Исследователи отметили, что подо льдом они размылись. Находка напомнила еще одно место, где был найден ерозит, поверхность Марса. Он был обнаружен там марсоходом Opportunity еще в 2004 году, и оказалось, что его там много. Обнаружение ерозита на Марсе вызвало большой интерес в НАСА и во всем мире, потому что предыдущие исследования показали, что для образования ерозита должна присутствовать вода, открытие ерозита на Марсе побудило ученых выдвинуть теории, объясняющие его происхождение. Некоторые предположили, что это могло быть оставлено после испарения соленой воды. Другие предположили, что Марс мог быть покрыт огромным ледяным покровом миллиарды лет назад. Они также предположили, что ерозит мог образоваться в ледяных карманах. Они отметили, что это было бы возможно, если бы ледяное покрывало, медленно росло, и на него дула пыль. В то время, когда теория была сформулирована, ее было трудно проверить, потому что еще не было обнаружено, что она формируется таким образом где-либо еще, включая Землю, теперь, когда ерозит был обнаружен глубоко в антарктических льдах. Последняя теория, вероятно, станет наиболее верной. Исследователи отмечают, что в теории все еще есть одна проблема, лед в Антарктиде содержит очень небольшое количество ерозита, на Марсе этот минерал находится в больших плитах. Исследователи предполагают, что разницу можно объяснить огромным количеством пыли на поверхности Марса. Читать далее найден новый вид черной дыры, который не вписывается в теорию относительности аборта и наука, что будет с детьми, которых родитученные вывели замену для теории относительности. В чем суть теории всего?